Приветствую вас, друзья! Ко мне поступила одна задачка, и я обещал ее разобрать. Итак, ребят, задача с параметром. Смотрите. Нам дано такое уравнение. a sin 3x плюс 2 умножить на вот такой вот корень, cos 3x, равно минус 6a минус 8. Нам известно, что a больше нуля, и требуется доказать, что нет решений. Как вообще к таким задачам правильно подойти? Как надо рассуждать? Ну, давайте изначально посмотрим на него, на это уравнение повнимательнее, и постараемся что-то заметить. Ну, например, видно, что у sin и у cos одинаковые аргументы 3x. Это уже на какие-то мысли нас наталкивает. Ну, например, наверное, уже некоторые заметили, что раз одинаковые аргументы, то удачной идеей будет воспользоваться методом введения вспомогательного угла. В чем суть этого метода? Суть метода вот в чем. Если у нас есть a sin альфа плюс b косинус альфа, то есть, смотрите, некие коэффициенты, а функции sin косинус с одинаковыми аргументами, то если мы с вами вынесем корень квадратный из a квадрат плюс b квадрат, то в скобочках у нас будет так. Смотрите, я вынес такой множитель просто-напросто. Здесь будет a на a квадрат плюс b квадрат под корнем sin альфа плюс b на a квадрат плюс b квадрат под корнем косинус альфа. Вот. А что хорошего в этом, ребят, смотрите. Что будет, если я вот эту вот штуку, вот эту штуку, возведу в квадрат и сложу друг с другом? Ну, смотрите, если я, условно говоря, возьму это, возьму это, то я могу заметить следующее, что квадрат вот этого вот коэффициента плюс квадрат вот этого коэффициента равно, по сути говоря, смотрите, a квадрат плюс b квадрат делить на a квадрат плюс b квадрат это равно единице, в чистом виде. А квадраты каких вообще в математике, в нашей школьной величине равны единице? Ну, квадрат синуса плюс квадрат косинуса. Получается, я справедливо могу сказать, что, ну, как мне угодно, например, сказать, что это косинус некого фи, а вот это синус фи. Тогда мы видим, что вот в этих скобочках больших у нас синус косинус плюс косинус синус. То есть вся вот эта штука обратилась в такую. a квадрат плюс b квадрат под корнем умножить на синус суммы. Синус альфа плюс фи. Почему это удобно, ребят? Потому что у нас было две функции синус-косинус, а стала одна. Значит, мы можем ее оценить. Мы уже понимаем то, что вот это вот выражение, с учетом того, что синус любой от минус одного до одного. Понятно, что вот это выражение принадлежит от минус вот этого корня до плюс вот этого корня. То есть получается, такой прием, в частности, удобен тогда, когда нам нужно оценить значение вот этого выражения. Почему я про это говорю? Ну, потому что, смотрите, когда у нас уравнение не имеет решения, когда, например, множество значений, которые принимает левая часть, не имеет ничего общего с тем, что правая часть, условно говоря, принимает. Вот в таких случаях у нас не будет решения. Давайте, корюш, мы с вами заметили вот эту вот всю историю, давайте это здесь применим. Итак, смотрите, я должен вынести корень квадратный из суммы квадратов коэффициентов. Я сейчас это аккуратненько сотру, вот оставлю разве что последнюю строчку, и буду это дело выносить. Так, и буду это дело выносить. Значит, получается у меня квадрат первого коэффициента, а квадрат, плюс, возвожу вот это в квадрат, потому что b квадрат, 4 на 2а квадрат плюс 6а плюс 4. И все это дело под корнем. Получается, что у меня в скобочке? У меня а делить на вот этот вот большой корешок, ну, пока я прям перепишу, как есть, синус 3х, плюс b, делить на весь этот, ой, b, кпb, плюс 2 на 2а квадрат плюс 6а плюс 4, делить на вот этот вот корешок. Так, косинус 3х равно минус 6а минус 8. Да, кстати, можно было бы сразу, вот чтобы все мы начали делать какие-то преобразования, что-то там выносить, надо было бы, конечно, сказать про ОДЗ наше. Давайте я тут в стороночке про него скажу. Значит, 2а квадрат плюс 6а плюс 4 больше либо равно нуля, как под коренное выражение. Если я поделю на 2, получается а квадрат плюс 3а плюс 2 больше либо равно нуля. Ну, раскладываю это на множители. У меня получается а плюс 1 на а плюс 2 больше либо равно нуля. Ну, и получается, что у нас минус 2, 1, минус 1. Плюс, минус, плюс, да? О. Ну, нас интересует а больше нуля, поэтому получается, что вот это вот точно в ОДЗ входит, и все хорошо. То есть можно все делать на нашем условии а больше нуля. Итак, давайте преобразуем. 4 на 2, 8, да плюс еще 1. Это будет 9а квадрат. 4х6, 24а. Плюс 4 на 4, 16. То есть вот эта штука у нас вот равна такой. Но, ребят, 9а квадрат, это 3а в квадрате. 16, это 4 в квадрате. 24, это 3 на 4 на 2. Получается, это полный квадрат. Это 3а плюс 4 в квадрате под корнем. Как мы все помним, если у нас квадрат под корнем, там модуль остается. 3а плюс 4. И коль скоро у нас а больше нуля, то этот модуль будет раскрываться с плюсом. Ну, понятно, он в ноль обращается в точке минус 4 третьих. Вот. Если а больше чем, либо равно чем минус 4 третьих, то, соответственно, модуль раскроется с плюсом. Но у нас а больше нуля, еще более жесткое условие, поэтому точно так. Вот. Тогда что я могу сказать? У меня получается, все мое уравнение выглядит теперь так. 3а плюс 4 умножить на... Мы с вами уже договорились, что вот это вот можно записать как косинус φ, вот это как синус φ. Поэтому я сразу по вот этому нашему представлению напишу, что это синус 3х плюс φ, вот, равно минус 6а минус 8. Хорошо. Ну, что теперь видно? Видно, что отсюда можно минус 2 вынести, и тогда здесь будет 3а плюс 4. Чувствуете? И здесь 3а плюс 4. Вот. На синус 3х плюс φ. Ну и, ребят, коль скоро... Коль скоро у нас а больше нуля, а значит, что а не равно минус 4 третьих. Минус 4 третьих это ноль вот этих вот скобочек. То я могу поделить на них. Они всегда положительные на рассматриваемом... на рассматриваемом нами интервале. Поэтому мы просто делим на него честным образом. И получается, что синус 3х плюс φ равно минус 2. Вот. А что мы знаем? Мы знаем, что множество значений синуса у нас принадлежит от минус 1 до 1 всегда. Вот. А здесь минус 2. Видите? Минус 2 от минус 1 до 1. Непорядок. Ну, получается, что... Получается, что действительно нет решений. Нет решений. Все. Получается, мы доказали то, что требовалось, и воспользовались методом введения вспомогательного угла, на который нас натолкнула вот та вот идея, что у нас здесь одинаковые аргументы и как-то вот очень похоже на всю эту историю. Так что, ребят, пользуйтесь, доказывайте, и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok